Хотя есть стимул. Ты знаешь, когда знакомишься с каким-то вот японским брендом, сразу хочешь узнать о какой-то их традиции, о их особенности. Ну, мне кажется, это круто. Почему бы в четверг нам не поговорить немножко на японском? Тем более к нам пришел очень крутой японский бренд. Опасный бренд. У нас сегодня будет острый эфир. Буквально по лезвию ножа будем ходить. Слушай, наконец пригодилась эта фраза. Да, Гриша, согласен? Да. Итак, друзья, давайте знакомиться. Меня зовут Андрей. Все, кто не знает. Что, кто-то не знает? Наташа, реально кто-то не знает? Ребят, вы запишите себе. Андрей меня зовут. Встречаемся на Азоне по вечерам. Делаем обзоры на очень крутые бренды. Сегодня тоже сделаем обзор. Поделимся какими-то секретами. Потому что рядом со мной два профессиональных человека. Мало того, что они знают все о бренде. Они знают о ножах. Они знают, как действительно нам приготовить удобнее, проще, интереснее. Огромное количество ножей. Мне самому интересно разобраться. Потому что часто, ребят, дома у меня тоже стоит набор ножей. Но пользуюсь часто одним. Ты знаешь, режу им все. Но мир профессиональный, мир для того, чтобы он стал удобнее в повседневной жизни, существуют различные категории. Вот с этим сегодня познакомимся. Значит, Григорий сегодня, Торощенко, он вообще представитель и бренд-менеджер компании Комплекс Бар. Комплекс Бар это такая, как я правильно понимаю, такая большая система, занимающаяся такой большой комплекс. Различными брендами вы занимаетесь, различными словами. Все для общепита. Все для общепита. Кстати говоря, Григорий сам более 10 лет, профессионал в мире общепита. Поэтому, Гриша, у тебя тоже лайфхаки интересные. Конечно, обязательно поделимся. Да, Григорий Торощенко и Наталья без фамилии. Она не сказала мне фамилию свою. Говорит, не надо фамильярничать, понимаете. Потому что она преподаватель все-таки. Наташ, я тут зачитаю. Понимаешь, потому что преподаватель специальный дисциплин в колледже. Педагогический опыт более 7 лет, но эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в компетенции поварское дело. Что это такое? Ну, это сейчас очень большая такая тенденция для того, чтобы ребята у нас участвовали в различных соревнованиях. Они соревнуются вначале между колледжами, далее они соревнуются в Москве, потом выходят на российский уровень соревнуются, а далее мировые чемпионаты. Да ты что? И ты прям сечешь там все? Пытаемся, пытаемся. Ну что, ребят, давайте знакомиться тогда. Я так могу сказать, да? Я о бренде слышал, потому что название у меня такое интересное. Произнеси ты правильно. Секирю. Секирю? Да. Секирю. Это чисто японский бренд, как я правильно понимаю, да? Да. Хорошо. Первое, что я всегда спрашиваю, ребят, потому что знаю, что так часто делают. Бренд зарегистрирован где-нибудь в Канаде, а производят знаем где. Что здесь? А здесь это чисто японский бренд, который как раз и производится в Японии. Мы сегодня поговорим на эту острую тему для поваров, скажем так, и для тех, кто хочет пользоваться хорошими ножами. Вообще производство клинков, ножей в Японии, в Японии производят одни из самых лучших ножей и клинков. И это сложилось с очень давнего времени. То есть это не какой-то определенный бытовой. Мне кажется, это уже такая дань, это в их культуре. Все правильно. Именно так. Так, привет, привет, я не знаю, напишите что-нибудь, что-нибудь. Яна, ты опять начинаешь, да? Вчера привет заставлял меня передавать, сегодня вместе с нами. Хорошо. То есть мы говорим о том, что, сразу берем априори, что Япония знает толк в острых клинках, ножах и так далее. Конечно, потому что вот, знаете, вот тупым ножом вот просто так разделать, нарезать или там очистить сырую рыбу, ну просто невозможно же. Вот. И поэтому в Японии с этим все хорошо. Вот. Поэтому, что еще можно сказать? Что вот в Японии, вот наш бренд секирю, да? Вообще, само название бренда, оно состоит из двух слов. Секи и рюм. Вот. Что это обозначает? Первое с японского, да? Да, это вот. Много интересно. Первое, секи, это место. Место, где производят эти ножи. Вот. Это город, где с самых давних времен производили настоящие клинки и катаны. О, да, катаны мы знаем все еще, по фильмам, да. Вот. И там их производили с 12 века. Ого. И это, безусловно, гарантия того, какими острыми будут эти ножи и какими качественными. Угу. Вот. И там как раз было очень много мастерских, там производили вот эти хорошие ножи, катаны и тому подобное. Но в определенный момент с официального издания закона о том, что открыто носить оружие в Японии запрещается, вот, многим мастерам стало очень не сладко. Потому что, по сути, самих самураев становилось все меньше и меньше. И оружие было производить просто не для кого. Вот. И многие мастера сразу перефокусировались, там, на кухонные ножи, либо на охотничьи ножи. А вот наш бренд Secureon, эта компания, она еще очень долго производила декоративные катаны. И, то есть, они смогли сохранить вот это искусство до сего дня. Круто. Слушай, это, знаешь, это заслуживает особого уважения, потому что я понимаю, что спрос уже, как бы, начал падать, понимаешь, но они все равно дань традиции сохраняли на пределе многих лет. Круто. Да, они до сих пор знают, как это делать правильно. А второе слово, рюм, это обозначает дракон. А в азиатских традициях дракон ассоциируется с божественной силой. Правильно. И, соответственно, вообще производство хорошего клинка и вот из стали, и то, как это делается все в Японии, это ассоциируется с такой настоящим таинством. Вот. И, соответственно, понимание того, что вот дракон и клинок – это неразрывно связанные вещи. Вот. И таким образом вот сформировалось само название бренда. Секелю. Секелю. Слушай, спасибо. Интересно всегда знать. Ну, давайте я тут напишу. Яна Киренко пишет. Я мужчина. Я это, серьезно? Яна, подожди, подожди, ты меня не путай. Я сразу… Ножи вокруг. Я сейчас начну нервничать, понимаешь? Не дай бог, что сделаю. Так, значит, декоративные катаны, а теперь декоративные ножи. Ой, Руслан, ты ладно тебе начинаешь? Нет, это ножи для практики. Так, смотрите, сразу пишет. А вот у этого тесака ручка деревянная. В посудомойке мыть не рекомендуют. Сразу вам говорят. Значит, кто пробовал эти ножи? Как качество? Качество огонь, красивое. А даем хозяйкам можно или только поварам? Ну, окей. Мы про это сейчас, про все расскажем еще. Да, да. Вячеслав Линокуров, всем привет. Серьезный выпуск. Слав, ну, наконец ты появился. Тебя давно не было. Кстати, вообще все, о чем мы сегодня будем говорить, ребят, вот. Это 27 разных товаров. Да, вот на все сейчас идет очень хорошее предложение, хорошая скидка. Значит, это Япония, японское производство. Да, различные ножи для разных целей. Разные у них цены. А вот почему они разные, да, и для каких целей служат, мы сегодня поговорим. Кстати, сразу отмечу, я вот люблю это смотреть, да, когда видно... Ну-ка, дотянусь до этого, да. Когда мы видим каждый нож в своей собственной упаковке. Причем, знаешь, ощущение, что здесь лежит какое-то колье, обычно так вот они упаковывают. Смотри, да, ты открываешь, и в качестве подарка, ну, за денежку, за копеечку, вот так подарить такой японский нож, по-моему, одно удовольствие. Это реально профики. Вот, ну, об этом, обо всем давай чуть позже. Наташа, ну, давай к тебе теперь перейдем. Скажи мне, пожалуйста, много здесь ножей. Так, нас двое по очереди смотрим, мужчины и женщины. А, Ян, все, я понял, хорошо. Надежда Че, спасибо за эфир. Дела, дела, Вячеслав написал, да. Да, что бросай дела, включайся на озон. Наташа, ну, давай теперь с тобой. Ты можешь мне вот так вот по-простому сказать? Вот смотри, я вижу разные ножи. Ну, вот, например, вот этот нож, ну, я бы назвал его почти универсальным, да. Вот этот нож, короче, расскажи мне. Не согласна. Не согласна, да. Значит, маленький нож у нас с вами используется в основном для фруктов, так как нам удобно ими резать и вырезать достаточно кропотливые элементы. Я сегодня покажу, как это можно сделать. Далее нож у нас, данный нож чаще всего используют для приготовления зелени, а также чаще всего японцы ими пользуются как универсальным ножом. Мы, европейцы, пользуемся, тоже считается как универсальный нож, либо чуть меньше лезвия у нас, да, каждый подбирает себе, либо более большой, как шеф, нож для того, чтобы им было удобно пользоваться. Значит, ну, как бы я рекомендую выбирать все ножи себе так, чтобы они были сбалансированы. Что значит сбаланс? Что такое баланс? У нас нож есть, да, само лезвие и рабочий... Да, рукоятка. Ну, как я говорю, рабочий орган, который мы его держим, да? Мы часто такие рабочие органы держим, да. Он должен быть сбалансирован. То есть, если мы поставим с вами палец, у нас он будет держаться ровно, он не упадет. Если у нас нет баланса, у нас ручка будет либо падать в лезвие, сейчас я вот так сделаю, сейчас вот так будет перекашиваться, да, либо в другую сторону. Если будет баланс переходить в ручку и не сильно, это вполне стандартно, такое может быть. Если будет переходить у нас в лезвие, это категорически не рекомендуется, потому что при долгой работе рука будет уставать, вся нагрузка будет у нас идти на лезвие. И долго мы с ним работать не сможем. Значит, вот данный нож, мы его, кстати, пропустили, предназначен для суши и сушими, для того, чтобы резать филе. Оно тонко нарезается, да, то есть обрабатывать мы можем универсальным ножом, саму нарезку мы производим тонким ножом, как бы как филейный нож. А вы чем суши режете? Бестолковые. Вот вам нож для суши, все сразу понятно. Так, хорошо. Слушай, ну вот, знаешь что, давай, я первое, что скажу, беру ручку, она деревянная, правильно? Все зависит от серии, да? Здесь представлены все четыре серии, есть деревянные ручки, есть... Вот эти вот, вот эти, это дерево. Это пластмасса. А, это пластмасса. Да, если посмотреть, вот можно проверить. То есть, да, вот оно, вот, если посмотреть, да, то есть она гладкая, здесь она более шероховатая, она руки будет меня... Далее у нас с вами есть тоже пластмасса, да, не отличаться она будет от другой пластмассы, что есть у нас специальные клепки, которые более плотно держат ручку. Ну, я правильно понимаю, я просто вижу открытую, что в данных моделях, да, у нас лезвие и рукоятка, это как бы единое такое полотно, да, у нас нету нигде разрывов. Да, совершенно верно. То есть, если вот, ну, если мы отковыряем, ну, по сути дела, там, разобьем нож в качестве проверки, сейчас делать этого не будем, то мы увидим... Он будет целиковый. Вот это, кстати, круто. Я сразу выступаю вот за такие ножи, ну, честно сказать. Хотя, хотя, качество японских ножей оставляет нам шанс на то, что любой нож из любых категорий, он будет работать долго. Вот это мне нравится. Так, касательно самих лезвий, кто-нибудь может мне рассказать, что это за металл такой, насколько он окисляется, как быстро он затупится и так далее? Давайте я немного, давай, давай. Сейчас, Наташа, а может, мы что-нибудь будем делать уже? Ну, я пока могу... Давайте пока Григорий расскажет, да, я потихонечку начну нарезать, а потом я покажу, насколько они острые и как это можно проверить. Сейчас, Гриша, ты тогда скажи, что ты будешь делать и каким ножом. Ну, я возьму, у меня, как повару, удобнее взять большой нож, да, для того, чтобы нарезать, ну, универсальный нож, да, мне он удобно встает в руку и я буду резать обычный стандартный. Большой, 7 метр 15, наверное, лезвий, да? Побольше. Побольше даже, да? Сантиметр 20-25. Что ты будешь резать? У нас здесь с вами есть овощи, ну, давайте я покажу, как нарезаются у нас огурцы соломкой. Давай, огурцы соломкой. Самый, Виталь, ты можешь показывать, да, а мы пока с Гришей поговорим. Гриша, что за лезвие-то? Вот, по поводу вообще металла, да, который, как это все используется, вот, и из чего сделано. Вообще в Японии, как у них в искусстве, что определенная ковка стали, что мастера японские, они более мягкую сталь заковывают в более прочную, то есть посередине у нас есть более мягкая сталь, а там еще несколько слоев более жесткой стали. Ничего себе. Для чего это сделано? Что вообще это все началось опять же с чего? С котом, с производством котом, вот, и мечей, чтобы наш клинок мог выдерживать сильные удары, с ним ничего не случалось, он не гнулся и так далее. То есть, чтобы это был вот как раз долговеченный нож и клинок. Вот. Интересно. Эта технология применяется во всех ножах, во всех категориях? Да. Вот. И то есть, мы говорили еще вот про разные серии. Вот. И, как вы видите, они в основном отличаются по дизайну. Вот. И вот нож, допустим, с белой ручкой, которую мы показывали, давайте тоже его сейчас покажем. Вот. Наташа, так интересно. Сейчас мы к тебе придем. Ты наставь нам что-нибудь, хорошо, потом расскажешь, как делать. Так, вот. Это такой японский дизайн, можно сказать. В нем нет абсолютно ничего лишнего. Вот. То есть, такая светлая ручка и стальной клинок. Какая гравировка крутая, да? Есть такой колорит сразу. Да. Очень интересный колорит. Вот. Так, деревянная ручка и стальной клинок. А в этой серии несколько разных ножей, да? Это, помимо маленьких? Конечно. Там есть ножи, скажем так, для разделки разных продуктов. Вот. Такая вот упаковка. Мне нравится рассмотреть упаковку, да? Это тоже отличает определенный уровень бренда. Поэтому это круто. Смотри, да? На подарок очень круто. Мне очень нравится. Это серия Киото. Это серия Киото. С белой ручки. Запомните, серия Киото. Так, смотри, пишут. На хорошие ножи, кто-то написал, цены, конечно, дорогие. На хорошие ножи цены маленькими не бывают. Так, иначе это дер троеточие о, не знаю о чем вы. Хороший нож служит годами, но не 7-6 тысяч рублей. Ну и сейчас реально не 7-6 тысяч рублей. Сейчас очень хорошие предложения, хорошие скидки. Так, это еще раз название Катана? Нет, это Катана. Нет, ты сказал серия Киото. А, Киото. Киото, Катана, видишь, я молодец. Вот, хорошо. А дальше по названиям серии давай. Да, а дальше у нас есть серия, допустим, Токио. Токио. Это столица Японии. Да, это столица Японии. Вот. И здесь мы видим тоже гравировку, такую более яркую. А, совершенно прикольно. Интересный нож. Наташа, как ты называем этот нож? Тоже универсальный будет. У нас есть универсальные ножи по длине, кому как удобнее работать. Кому-то удобно более длинным ножом работать, кому-то более поменьше размером, чтобы было удобно держать в руке. Значит, Токио. Вот этот нож, который я подумал, что дерево, он сделан пластик под дерево, очень крутой, и с интересной текстурой. Вот такой рельеф. Да. Это как раз то, как мастерство наших мастеров, прошу прощения за тавтологию, то, как они его куют и делают. Вот. Это серия Нара. Нара? Да. Значит, Токио. Ой, я забыл. Киото. Киото. Древняя столица Японии. Древняя столица Японии? Серьёзно? Киото? Не зря ты продюсер. Молодец. Хорошо. Вот. И здесь вот это тоже можно сказать японский стиль, только такой более яркий, но при этом он сдержан в таком японском стиле. Круто. И давай вот и эта коллекция, которая мне пока понравилась. Да. И эта серия Осака. Или на самом деле правильно будет Осака. Осака. Вот. И видите, он в таком европейском стиле сделан как раз. С заклёпками и так далее. Потому что очень многие европейские бренды делают именно так. Угу. Понятно. Вот я был ей. Яна Киренко всё продолжает бомбить. Да-да, я понимаю. Я понял вам. Круто-круто. Хороший нос. Он служит годами. Так. Наташ. Ну иду к тебе. Рассказали о ножей, истории немножко. Давай теперь практике. Практике. Для того, чтобы нам проверить нож острый он или нет, мы берём листок бумаги. Так. И проводим. Насколько тонко он у нас прорезает. Ай ты ж, смотри, какая красавица. Значит, таким образом, да, у нас можно проверить любой нож. Мы можем с вами держать в несколько слоёв. Да, ну, кстати, это уже, да. Понятно, да? Я могу тоже экспертом быть в этом конкурсе. Любой нож, какой мы берём, да, у нас с вами аккуратно разрезает. Если посмотрите, ровные края, они не обрываются, да, это говорит о том, что ножик у нас с вами острый и ему очень удобно резать. Значит, что мы с вами ещё можем продемонстрировать, да, как уже сказали, данные ножи не требуют заточки, да, то есть они уже изначально заточены. В этих сериях есть как двухсторонняя заточка, так и односторонняя заточка, да, то есть мы это можем с вами посмотреть. О, это интересно. Расскажи тогда какое-то отличие или по функционалу, по практичности. Вот сейчас данный нож, да, у нас с вами имеет одностороннюю заточку, то есть у нас более утолщённый. Дальше у нас идёт сама заточка, а с другой стороны у нас идёт ровная поверхность без какой-либо заточки. Если мы посмотрим двухстороннюю заточку, да, то у нас идёт опять поверхность и заточка идёт с двух сторон. То есть мы видим, что у нас утолщение и идёт уменьшение для того, чтобы было удобно тоже резать. То есть по заточке каждый выбирает сам себе, как это удобнее делать, но есть маленькое но. Все японские ножи затачивают только либо мусаты, это специальное устройство, либо точильными камнями, да, вот они у нас с вами представлены, да, в двух вариациях. Значит, для того, чтобы заточить, но при этом обязательно их нужно смачивать. Если мы их не смачивать не будем, заточка у нас будет с вами неправильная. Но мы сегодня попробуем? Да, попробуем, конечно. Отлично, ребят, не забывайте. Сейчас посмотрим тоже, как точить, как правильно точить, всё покажем. Почему именно затачивают так, а не как-либо по-другому, да? У нас есть с вами обычная заточка. Мы сейчас будем точить обычной заточкой японский нож? Нет, не японский. Я просто хочу пример привести, да, я возьму обычный нож. Когда мы проводим обычной заточкой, да, вы сейчас даже звук услышите. И если внимательно посмотреть, да, правильно, правильно, металл. То есть мы снимаем металл, и у нас получается, нет, когда японские ножи точатся, при заточке камнем у нас лезвие не стачивается, и у нас практически лезвие остается на месте, и не происходит стачивание, да? Если мы внимательно посмотрим, да, то получается вот эти места у нас будут более сточенные, и заточка ножами у нас идёт не до конца, а вот это место будет оставаться, а поверхность будет стачиваться вот в этом месте. Антон, друг мой, мы тут такими словами не разбрасываемся, дружище, ну всё-таки женщины смотрят девушки, зачем, не надо. Давай озон на определённом уровне оставлять. Он просто про заточку сказал, что очень будет сложно заточить долго. Хорошо, нет, это на самом деле не так, это традиция и сохранение ножа на долгие годы правильно, и чтобы он служил вам верой и правдой, это тоже очень круто. Наташа, давай чуть-нибудь порежем, пожалуйста. Ты так здорово сделала, ты так быстро убрала, я просто в шоке. Нет, мы ещё с вами порежем, да, единственное, что хотелось бы немножко напомнить, да, то, что когда мы с вами режем ножами, у нас есть определённые правила нарезки ножей, ой, ножей, всё, продуктов ножом. Значит, мы с вами пальцы ни в коем случае не ставим прямо, да, вот таким образом, чтобы не попасть у нас с вами под лезвие ножа, потому что это легко сделать, мы обязательно пальцы прячем. Значит, ну сейчас на примере я вам покажу, да, мы разрезаем, никогда не берём большое количество продукта, то есть большой пальц у нас служит толкателем, да, далее вот эта фаланга среднего пальца у нас с вами будет ровно упираться в нож, и мы никогда не обрежемся, и мы просто передвигаем потихонечку. То есть пальцы закреплённые так вот и идут вместе с ним, да? Да, да, они вместе потихонечку идут, передвигаются, и мы касаемся только ножа, и ни в коем случае не касаемся лезвия, да, у нас лезвие аккуратненько режет. Ты смотри, что ты сделала, ножом порезала, смотри, какие тонюшки, практически одинаковые, понимаете? Это универсальный нож, да? Да, это универсальный нож, ему очень удобно резать. Предлагаю попробовать самому так сделать, поменяться местами. Гриш, точно нормально? Да, 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 всё хорошо будет, Гриш. Меняемся местами. Ты только не волнуйся, я от вида крови теряюсь, если что. Так, ну хорошо. Слушай, ну нож, кстати говоря, он весомый, да. Ты ещё как-то не отрезала вот так вот, да? Ты эту сторону оставляла, а вот только нижний строгала, да? Да. Так, ну-ка. Вот палец как раз вот в том месте, вот сюда его перемещаем, вот. Вот так. А, вот, вот, ты пока... Вот так, вот. Смотри, смотри, палец большой где, да? Я вот сначала не так сделал. Палец большой, вот, вот так ставим, передвигаем. Смотрите, пробуем. Ой, слушай, ну режет он очень круто. Наташа, готовь перекись там всё, я не знаю, что... Нет, на самом деле... Ятишкина, ты смотришь, что творится, а? Я научился. Ё-моё, я научился. Ой, как мне... Ну-ка посмотрим результат. Слушай, мне мои больше нравятся, чем твои. Ты посмотри, а? Понимаешь? Ты... Какая краса... Ты мой маленький. Слушай, ну я правильно понимаю, что... Это нож. Это нож. Именно вот таким способом можно резать только таким ножом. Он должен... Нет, можно так. Можно просто... Нет, нет, вот именно вот таким... Вот этим ножом уже так, наверное... А, получится. Движение волной, пожалуйста, можно так резать. Кому-то удобно, можно просто вот... Грубить. Это... В руках. Это... Последняя у тебя такая. Последняя, да. Это, которая... Осака. 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 Круто. Так, дайте ничего попробуем. Ребят, спросите, кстати, говорят, пока Наталья и Гриша, они много лет вообще в общей пите, и... Денис в старости написал, чё ты... Говоришь, что я без руки. Ничего себе! А чат бесконечный? Да, чат бесконечный. Не пишите МАД, действительно не надо. Сколько держишь заточка? Кстати, сколько держишь заточка? Как думаешь? Или всё зависит от того, что ты резаешь? Всё зависит от интенсивности нарезки и частоты использования. Да, вот в среднем я свой нож подтачиваю где-то раз в полгода, даже может чуть побольше. А если я использую ножи, допустим, немецкой фирмы, да, ну, они чуть быстрее тупятся, потому что у них немножко... Другая технология, наверное, просто изначально. Можно сказать, по-другому заточка изначально идёт, да, закал лезвия по-другому, да, то есть мы же знаем то, что отличие, то что всё зависит не только от металла, которым делают, а ещё зависит от того, насколько происходит правильная закалка металла. Вот это тоже является большим-большим таким аспектом, да, для нас. То есть ты как профессионал выбрал для себя вот эти ножи? Да, мне удобно резать японскими ножами, да, вот этой фирмы, потому что я к ним уже приспособилась. Значит, данными ножами, да, мы можем порезать всё, что угодно, да, произвести любую нарезку, да. Мы можем порезать помидоры тонко-тонко, сделать из них небольшие розы, сейчас я вам это покажу, как делается. Давай, давай, интересно. И вопрос сразу, Андрей спрашивает, а каким ножом режут от себя? Это, видимо, какой-то стиль, не знаешь? От себя? Ну, мы же всегда режем от себя, мы же не на себя режем. Мы любой продукт режем всегда от себя, либо прямо, либо от себя. Андрей, ты что имеешь в виду конкретно? Мы вообще никогда не режем на себя. Мы же не можем вот так резать, чтобы себе вот так... Мы можем. Харакири мы делать не будем. Наташ, ты его нас не позорит, ты чего? Да, каким? Так, Андрей, Яна, ещё раз, каким ножом режут от себя, что вы имеете в виду? Они не очень поняли вопрос. Так, мы сейчас режем. Опять, ну ты выбираешь для себя один нож пока. Сейчас я и другим выберу. И другим выберу. Сейчас мы всё сделаем, да. Так, тысяча рублей, но я пока по ценам посмотрю, у нас мне правда интересно. Так, вот теперь вот такой вот нож кухонный, универсальный, вот такой вот, по-моему, да, стоит сейчас 900, оооо, меньше тысячи рублей, 900 рублей, обалдеть, 1200. Вот самая дорогая линейка, это у нас вот это, как я понимаю, да, вот именно это, самая дорогая. Слушайте, ну я так могу сказать, ножи вот этой категории, они не дешёвые, не дешёвые. Поэтому мы должны быть уверены, конечно, в качестве. Кстати говоря, а вообще где представлен этот бренд? То есть в мире о нём знают, не только в Японии. Конечно. То есть дистрибьюция есть везде. Ну понятно, во всех странах, во многих странах. Да, во многих странах. И, соответственно, как раз в России дистрибьюция происходит от компании комплекс бар, а на Озоне она обозначена как отель трейдинг. То есть это эксклюзивная продукция, понимая, что я покупаю на Озоне, я точно куплю официально и привезён из Японии. Всё верно. Пока вы общались, я успела сделать вам розочку. Так быстро она... Молодец, только я не успел даже посмотреть, как ты это сделала. То есть мы нарезаем тоненько-тоненько пластинки и потом соединяем их в розу. Обычно это можно украсить какую-то, допустим, овощную тарелку. Нам это удобно с вами делать. Мы её сейчас как раз перенесём, аккуратненько поставим. У нас есть тарелочка для серверовочки, сейчас её сделаем. Значит, потом мы с вами используем нож для нарезки овощей. Сейчас я вам для зелени, я вам покажу, как производится такая специальная нарезочка. И потом маленьким ножом я вам сделаю небольшую фруктовую тарелочку. Пока вы будете общаться, я потихонечку вам буду делать. Всё-таки вечер, четверг, у нас такая домашняя атмосфера. И надо покушать, тем более, когда делает профессионал. Да. Ты хоть и 10 лет в общепите, ты не против, что женщина поработает? Ей приятно. Понимаешь? Такое часто бывает. Такое часто бывает. Да, да, да. Кстати, а напишите-ка мне, мне интересно. Здравствуйте всем адекватным. Алексей сказал, да, Лёш, привет, Лёш, ты прав. Слушайте, вот в вашей семье кто обычно готовит, а кто любит готовить? Например, вот я вроде как люблю готовить, ну вот вы скажете, но вот у меня обычно жена делает, я только по праздникам. И как вы считаете вообще, чьё это дело, мужское или женское? Кто лучший повар? Я считаю, что мужчина, извини. Я считаю, что мужчина лучший повар как бы интуитивной кухни, ты знаешь. Я вот открываю холодильник, и мне кажется, что вот это, это, это. Я намешаю всё, и реально вкусно. Я чувствую это. А вы по рецепту готовите всё. Не всегда, не согласен. Согласен, не всегда, не всегда. Повара, которые учатся готовить, у них задача какая? Взять то, что есть, и из ничего сделать очень вкусную конфетку, для того, чтобы было удобно съесть, и вкусно, и комфортно, и ещё бы пришли ещё раз в ресторан или куда-то, да, пришли и с удовольствием ещё бы раз покушали. Яна, я обожаю. Доказано, что женщины вкус чувствуют лучше. Яна, серьёзно? Мне интересно, твой супруг или друг, как она пишет? А кто это доказал, что женщины вкус чувствуют лучше? А? Наука. Наука доказала? Вот ты, Наташа, первый раз об этом слышишь. Наука, наука сразу, да. Хорошо. Так, мы сейчас что будем делать? Наука сейчас вам подготовим. Подготовим пока. Хорошо. А мы ещё раз о ножах. Ребята, у нас сегодня японский бренд Секю Рю. Секю, как мы выяснили в начале, это место, где издревле производятся катаны, ножи, мечи и так далее. А Рю это дракон. Дракон. Вот на таком симбиозе древних персонажей различных строится у нас название этого бренда. Мы представляем разные коллекции, они разные по цене, разные по направлениям, но каждый в своей индивидуальной упаковочке продаётся. Это, ну, по сути дела, премиальный класс. Действительно, это так, очень круто. Непосредственно японское производство, то есть продумано всё до мелочей и отработано на протяжении многих лет. Made in Japan. В общем, это хорошие, достойные ножи, которые станут под спорем на вашей кухне. Одно удовольствие, ребята. Вот с хорошим ножом готовить можно одно и другим блюдом. Мы подготовили, пока вы поговорили, мы подготовили с вами салат. Значит, для того, чтобы правильнее нарезать салат, даже специальная нарезка называется шифонат. О, интересно, скажи. Ты сейчас сверху положила друг на друга лепестки салата? Далее мы с вами скручиваем, чтобы это всё аккуратненько было. Как раз я беру другой нож у нас с вами, да? Эта серия, напоминаю, сразу говори, чтобы мы там искали. Так, это у нас серия Tokyo. 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 Точно? Мне кажется, вот это Tokyo. А, это она и есть. Я просто не устрел. А, всё, я понял. А это у нас Нара. Нара. Да, извините, ошибся немножко. Ничего. Родился сын. Всем поздравления. Ножи крутые. Вячеслав Рим. Слава. У нас получается совсем тонкая-тонкая нарезочка. Если мы её развернём, то она у нас получается прям вот. Слушай, а даже разворачивать не обязательно. Можно, да. Смотри, как круто. Какие колечки получились. Ну, вот по сути дела. Наташа, нравится? Очень. Классно, да? Так, хорошо. Дальше что делаем? Перекладываем, правильно? Да, мы сейчас её аккуратненько переложим. Это просто, казалось бы, да, но очень освежает подачу привычных уже блюд. И мне кажется, это очень круто. Когда у вас есть правильная техника, бытовая, когда у вас есть хорошие кастрюли, хорошие ножи, а ножи – это, по сути дела, ну, вот самое первое, да, к чему мы, что мы берём, потому что испортить, например, спелый помидор, когда мы его тупым ножом развалили, очень просто. Рыбу. И каждый раз процесс приготовления пищи начинает нас немножко нервировать. Когда нужно постоянно точить нож, когда он плохой, когда он тебе не нравится, когда он неудобный. Вот здесь проблемы эти решаем. Один раз приобретаем японский нож и пользуемся годами. И вот мне кажется, это круто. Я честно тебе скажу, я предпочитаю покупать дорого, но один раз. Я купил самые дорогие сковородки какого-то датского бренда, самые дорогие кастрюли и не жалею ни минуты. Потому что в процессе обычно это всё, ну, там, типа сковородки, знаешь, антипригарный покрытий теряются, здесь нет. Вот так же и с ножами. Покупайте хорошие ножи, пользуйтесь годами, забывайте обо всём. Это очень круто. Как морская капуста получается. Вау, круто! И так далее. Так, хорошо. Нарезочку сделали мы. Дальше. У нас есть всегда с вами какие-нибудь салаты. Нам нужно сделать небольшое такое украшение. Мы возьмём ножик, который предназначен для фруктов и овощей. Им тоже можно удобно резать. Здесь сделано удобно. Мы можем хват сделать вот так и работать непосредственно у нас. О, какой ты хват делаешь. Но ты сейчас какую-то красоту будешь делать, да? Я сделаю небольшой такой у нас цветочек, да? Легко осмотреть. Видите, как нож у нас с вами прорезает легко. Прям вот входит. Без всяких усилий я это делаю. Тишина. Не будем мешать. Завораживает, потому что. Завораживает, да. Завораживает, да. Завораживает. Далее мы с вами. Ну-ка. Так, кстати, яйцо делаем, да? Да, можно всё что угодно с вами сделать, да. То есть это делается быстро и легко, да? То есть буквально несколькими движениями. Ну, кстати, он удобный, да? Он такой небольшой, компактный. Да, он как раз небольшой, да. Потому что, допустим, большим ножом нам будет это неудобно и взять в руку, да? Давайте я возьму. То есть мы представляем, да? То есть мы взяли... Инна, не показывай. Ну, я аккуратно беру. Да, ну понятно, да, неудобно, да. Да, то есть совсем-совсем неудобно, поэтому берем с вами маленький нож, для этого нам удобнее с вами работать. Также вот этим ножом удобно резать также виноград, да, удобно делать декорации из яблока, да, листочки различные, выдвижные, да, мы сегодня это тоже сейчас делаем. Давай-давай, давай-давай, будем делать. Да, давай-давай. Солонка у нас по-другому, по-европейски называется, имеет специальное название, да, которое мы можем с вами использовать. К примеру, мелкий-мелкий кубик называется у нас с вами бренюаз. Как? Бренюаз. Ну, естественно, как-то по-другому еще может называться мелкий кубик. Да. Только бренюаз. Так, ты пока... Почему колумбийские сковородки не взял, спрашивай, Серега, Наташа, прикинь. Я взял, реально, прикинь, две сковородки, грилевую и какую-то там еще. Не, нормально, я правда... О, вы сковороды. Да, у меня просто есть. Я отдал родственникам, я передарил маме. Ну, пока вроде ей нравится. Так, да, Пабло Эскобара, точно. Значит, купите колумбийские сковородки, Яна Киренковича. Я вас купил, купил сразу после стрима. Кстати, дешевле, чем вы. Так, огурцы дубовые, помидоры нарежет и тупой нож. Покажите, как режет рыбу мясо, пишет тебе Руслан. Сейчас все покажем. Сейчас мы закончим с овощами, да, мы будем с вами есть рыбу. О, Руслан, молодец, правильно. Нечего. Мы проверяем ножи. Нам нужно в прямом эфире, а кстати говоря, в прямом эфире всегда сложно. Никакого монтажа. Все здесь и сейчас происходит. Мы видим. Рыбу тоже будем сегодня разделывать. Так, кухонный нож. Разные цены, ребят, сейчас не будем заморачиваться. Они разные серии. Главный принцип один, да? Гриш, как вот ты и правильно сказал. То есть принцип лезвия, когда внутри, в центре есть у них дополнительная... Мягкая сталь. Мягкая сталь. Внутри, а снаружи она заковывается в более жесткую. Вот. И это играет на руку нам, потому что это древняя традиция как раз японской ковки. Угу. Вот. И давайте еще немножко расскажу, в принципе, по уходу за ножами. О, давай. Важная тема. Кстати, важная тема – уход за ножами. Да, потому что, может быть, заметили в кадре, что мы после того, как что-то порезали, сразу зачистили нож. Угу. Вот. Что нужно делать? Тут все просто и на самом деле есть буквально четыре правила. Что нужно всегда просто, допустим, убирать все остатки пищи с ножа. Угу. Вот. Чтобы этого ничего не оставалось. Также лучше не использовать чистящие вещества, где много хлора. Угу. вручную. Да, зачем? Также ножи нужно, чтобы они всегда были сухими, то есть мы их помыли и после этого нужно их обязательно либо хорошо высушить, либо, опять же, лучше всего хорошо протереть вручную. Серьезно? Да. У меня ножи всегда сохнут. А вы протираете? Да. Ты протираешь тоже? Я никогда так не делаю. Интересно. А долго ждать-то? Ну, ребят, ну погодите, у нас фрукты, овощи. Кстати, до конца стрима у нас с вами 25 минут. Где-то так. Но обязательно. Ждите, ребята. Интрига. На зоне интрига у нас. Ой, Наташа. А пока вы разговаривали, да, я нарезала кубиком, нарезала у нас с вами соломочка, да, то есть это делается ножами очень легко, быстро и удобно. Если вы посмотрите, у нас они практически… Слушай, ты вообще не знаешь, как будто автоматическая терка это сделала? Практически одинаковая, да, то есть они легко режутся, да, ножом острым это легко у нас с вами сделать. Сейчас я вас попрошу передать мне фрукты. А передайте тебе конфетку, пожалуйста. Да, давай, на тебе фруктов, а я пока покажу нож. Я, конечно, тащусь от упаковки. Реально, настолько это круто, но понимаешь, она, во-первых, текстурированная, она выглядит дорого, вот в качестве подарка, даже премиального качества, по-моему, огнище. Открываем. Ооо, у вас красный даже такой бархат. Ооо, ну выглядит круто, да? Ну скажите, один нож приобретаешь премиального качества японского бренда, вот это, кстати, самая дорогая линейка, ну, он и прослужит вам, ребята, до того, как вы захотите сделать сами катану и уйти уже отсюда. Потому что харакири никто не отменял. Ну реально, это очень круто. Выглядит потрясающе, по крайней мере. Мне тяжело сказать, потому что я не могу, я не тестил на протяжении 18 лет. Через 18 лет встретимся, я сегодня куплю и проведем стрим, я скажу практику. Но выглядят они, по крайней мере, классно. Так, ты взяла какой нож? Вот для фруктов. Я взяла для фруктов нож. Сейчас потихонечку буду подрезать с каждой стороны, под небольшим углом, для того, чтобы это можно было все срезать. Не до конца режешь, да? Нет, не до конца, у нас должно получиться. Выдвинем. Я на Керенку писал, до завтра. Чего, ждать до завтра? Или ты прощаешься до завтра? Не-не-не, завтра меня не будет, уже будет совсем неинтересно. Вот. У нас, кстати, еще один стрим. И нас пришла собачка. Мы с вами будем сейчас вот так вырезать аккуратненько. Ты какую-то фигуру делаешь? Да, сейчас мы сделаем листик выдвижной. Ну наконец-то. Наконец-то мы ножом для фруктов сделаем выдвижной листик. Это да. Листик чего? Для украшений мы это делаем. Для того, чтобы можно было сделать аккуратненькую тарелочку фруктовую. Это все из четвертинки получается? Да, это мы все из четвертинки делаем. Мне так нравится. Казалось бы, вот простые вещи. Мы вырезаем сердцевинку, понимаешь? Но они настолько придают новый вид блюдам. Кстати, вот вы же работаете в общепите. Как я слышал, что доказано, что способ подачи реально влияет на вкус пищи. А знаете почему? Потому что все люди, они в первую очередь едят глазами, можно сказать так. Выносят что-то красивое и сразу хочется этого. А если что-то непрезентабельное, зачем за это платить? Ну да, вообще да. Вот я вот вижу коробку красивую упаковку, мне сразу хочется, понимаешь? А если бы он лежал в полиэтиленовом пакетке, который обмотали? Меньше хочется. Ну и ножи, правда, красивые. Вот, знаешь, мне очень нравится вот этот стиль. По крайней мере, на кухне он будет смотреться очень круто. Такого премиального уровня, он лежит. Здесь, извините, под такое благородное дерево сделано. Хотя это пластик. И с одной стороны мне даже пластик нравится. Потому что он никак не впитывает запахи никакие. Он универсальный, он легко чистится и проблем нет. А вот смотрите, что Наташа делает. Секретиком. Пока, значит, мы тут разговариваем. Она вырезает. Что ты вырезаешь? И как ты это делаешь? Аккуратненько вырезаю небольшие розочки. Ну, как на помидорку, да? Да. Сейчас мы их нарежем для того, чтобы можно было украсить. Соненькая красота. Ммм, ребята. Ну, опять же, все-таки это эстетика, да? Или не совсем практичность? Почему? Это как раз фруктовый нарез. Фруктовые тарелки делают для того, чтобы мы, как приходим в любое место, мы с чем едим? Вначале глазами съели, а потом съели всем остальным, да? Иногда даже, как бывает, мы видим красивое-красивое блюдо украшенное, да? А в итоге невкусно. Это часто бывает. Реально. Я ведусь на это возьму, вот, думаешь, потом не знаешь, куда деть. Понимаешь, просьба откусила, невкусно, а выглядит красиво. Да, ну, было так красиво, да? Поэтому, как бы, у поваров у всех режем красиво и готовим вкусно так, чтобы не отравить. Ты сейчас пользуешься ножом с одной заточкой, с односторонней заточкой? У меня она односторонняя, да. Односторонняя, да, вот эта односторонняя. Ну, тебе удобно, все нормально? Да, мне очень удобно, мне комфортно, спокойно режу, да. Ну, просто интересно, все-таки есть двойная заточка, но она для чего-то же служит, какая-то разная цель выполняет, может быть, для сложности. Вот, например, вот этот нож, вот с деревянной ручкой, серия, первая линейка. Это Киото. Киото, древняя столица Токио. Да, вот она имеет как раз двустороннюю заточку. Это тоже, кстати говоря, самый доступный по цене. Ну, не знаю почему, но, может быть, сейчас такая скидка. Да, вот он имеет двустороннюю заточку. Мы еще обязательно успеем показать, как надо правильно точить, использовать воду, чтобы ножи прослужили вам очень долго. Вообще, это Япония, японский бренд. Сикюрю, да, он производится, выпускается вот в таких вот, каждой вот таких вот индивидуальных упаковках разных цветов. Сейчас на него есть скидка. Час, кстати говоря, после того, как мы закончим, также будет действовать специальное предложение. Поэтому можете спокойненько рассмотреть, подумать, какой нож, может быть, один нож купить, может быть, сразу серию купить. А может быть, попробовать помиксовать, например, взять одну из более дорогой серии, одну из бюджетных и как-то сравнить их, почему и как, и что происходит. Хорошо. Так, дальше идут вход киевинки. Я возьму киевинки. Как она вырезала, ты посмотри. А ты обычно вот это выбрасываешь? Ну, в поварском деле у нас безотходное производство, из этого можно также счистить и приготовить компот, сок, выжать. Мы используем все. Повар никогда не должен выкидывать, потому что это лишний расход, а продукты сейчас дорогие. Это правильно. Я думаю, что вот такое вы даже бы не почистили. Прям так кинули бы в компот повара. А мы потом пьем это. Как я их, а? Хорошо? Так. За всех, кому не нравился когда-нибудь общий пит. Наташа, ты сегодня с Гришей отдуваешься. Вот. Так. Ножи. Давайте еще раз покажем. Вот все, о чем мы говорим. 27 товаров. Вот. Посмотрите они. Это же, что такое? Это камень? Это точильный камень. Камень именно, да. Он тоже сегодня в нашей корзине есть. Можно посмотреть. Все эти различные, интересные. Вот. Заказать и попробовать, потестить. Должно быть... Нет, не выходит. Это должно быть довольно-таки комфортно. Просто комфортно на кухне. Так. Ну хорошо. Но мы говорим о том, что... Ты знаешь, вот иногда бывает. Ререшь, например, какую-нибудь рыбу, селедку. Сам металл, он впитывает запахи? Как ты думаешь? Сам металл, он вообще не должен впитывать запахи. Вот. Потому что, особенно если это качественный металл. Ну, опять же, то, о чем мы упомянули, что ножи нам все-таки нужно как раз чистить после использования обязательно. То есть мы что-то приготовили, и нам нужно их помыть обязательно. А после этого хранить в сухом виде. Вот. И это будет самое правильное. Вот. Вам WhatsApp пришел, Серега написал. Серега, у меня и звонков тут много, и пропущены аудиозвонки, и по Viber тоже пишут. Все-то ты увидел. Ах, Серега, Серега. Молодец. Слушай, ну я рад, что ты с нами. Мне сразу приятно. Я вообще люблю, когда мы переходим и стрим, и стрим общаемся. Ну и новая аудитория, которая подключается, это круто, ребят. Мы на Озоне, на крупнейшей интернет-площадке не только нашей страны, но и ближайшего Подмосковья. Все, у кого есть приложение, у кого есть интернет, можете зайти и сделать что-нибудь классное. Этот же Сергей, он такой озорник, он написал тебе, Гриша, а сделайте коктейль, он увидел, что у тебя барный. У нас было несколько стримов уже перед этим. Мы делали коктейли тут и горячие, и холодные. У нас такое творилось, что… Ты понимаешь, Серега, да ты профи, я даже не знал. Не я вел, потому что, понимаешь, не я вел. На коктейли не попал. Ух, я бы тут разыгрался. Ну хорошо, так, посмотри, что уже делается. Смотри, какая подача красивая. Так, так, Наташа, зачем ты сказал при поваре, что я испортил что-то? Вот, все, я уже восстановил. Ну посмотрите, просто комфортно. Вот даже одна фруктовая тарелка на праздничном столе может сделать общий стиль стола. Вот очень круто. Что берем, апельсин? Апельсин мы его сейчас с вами нарежем, тоже тоненькими пластиночками поставим. Дайте Руслану пару ножей, он потестит их бесплатно и потом расскажет. Проблема, да? Я тоже хочу еще. Ты тоже хочешь? Я тоже забрала себе ножи еще. Дома чем больше ножей, тем лучше. Серега, я много пропустил, когда был коктейль. Согласен. Сереж, ты поспорился рецептом каким-то? Сам ты сделал что-нибудь дома, нет? Опирольчик. Опирольчик. А, это фотки с опиролем, это ты делал? Я делал. Ах ты какой! Как это было хорошо. Так, останемся после эфира сделать. Пообщаемся еще. Пообщаемся еще, да. Так, слушайте, давайте еще раз о ножах. У нас есть разные серии. В каждой серии, я так понимаю, есть своя категория, что ли, ножа, да? Это типа тесака, универсальный ножа. Они для разных продуктов. Для разных продуктов. Вот то, как нам показывала Наталья, с чем удобнее работать, да? Допустим, если нужно что-то сделать очень декоративное, ну скажем так, более мелкие движения какие-то, то нам и нужен нож, который меньше. А если мы режем что-то там с большой скоростью и обрабатываем какие-то такие продукты, вот, мы и нож берем там универсальный, либо более большой, либо, допустим, разделываем рыбу, берем нож для рыбы, чтобы вот, делаем сашими сегодня, и все, и берем вот нож прямо для него. Ну, то есть, по сути дела, смотри, давай еще раз так, рыбу-то можно резать разными ножами, но качественно, удобно и быстро получится все-таки специализированным ножом. Конечно, поэтому они отличаются по своему внешнему виду и тому, как они, по их форме. Вы показываете мои ножи, я повар японской кухни, а Разбек написал. Серьезно? Серьезно, да, Разбек? Обалдеть, круто. Слушай, какие у тебя фирменные рецепты? Или какие любимые? Мне всегда интересно, павараш готовит много блюд, но есть какое-то любимое. Слушай, напиши, пожалуйста. Григорий Порхеров смеется просто. Молодец, Гриша, смейся над всеми нами. Вадим спрашивает, тарелки очень красивые тоже продаются? Вчера были? Серьезно, мы продавали? Да, да. И поэтому у нас стрим был. Мы не останавливаемся. А, это тоже ваше? Да. А я только хотел сказать, Наташа, давай загоним пока они. Вадим, пришли, пришли, пять тысяч рублей на номер 9, и я тебе перешли лично. Кстати, на Озоне они есть. На Озоне продаются вот такие вот тарелки. Как называется? Кто-нибудь помнит? Стилайт. Стилайт. Ребят, вот Стилайт. По-моему, буквально недавно же были, да? Да, да. Это позавчера было. Позавчера были. А я вчера был на стриме, я пропустил. Позавчера вот эти тарелки Стилайт были. Вот можете сейчас посмотреть, на Озоне я тоже представлю. Кому понравилось. Разбек, хорошие ножи? Григорий спрашивает. А Разбек пишет, я сушист. Слушай, правда, напиши, пожалуйста. Вот Григорий спрашивает, и я тоже спрашиваю. Эти ребята будут говорить, что хорошие. Давай посмотрим, что в деле происходит. Потому что, ты понимаешь, важно. Понятное дело, что можно купить, можно ошибиться. Цена вроде бы приемлемая, хотя не очень дешевая. Но хочется купить вещь, которая тебе прослужит долго. Ну, в принципе, само доверие к японскому бренду, японскому производству, ну, как бы у меня изначально уже есть. Знаешь, такой сразу плюс к вам. Ну, тут говорит, это бренд с историей. Это то, о чем вы вначале говорили, да? Вот что качество клинков в Японии, ковка и так далее. Слушайте, а разве сушист, ребят, вообще тяжелая, конечно, работка у вас. Тем более сейчас суши популярная тема. И многие делают домашние суши, а вот для домашнего суши мы рекомендуем нож. Какой, напомни? Вот если про рыбу, чтобы разделать сырую рыбу, почистить ее. Вот такой нож, такой формы. Вот такой вот нож, да. Наташа, ты что там все, химичишь все? Да, я все потихонечку, да, фруктовую тарелочку оформляю. Скажи, пожалуйста, ты можешь параллельно еще посоветовать? Смотри, вот здесь вот три ножа для меня очень похожи. Вот так я их покажу. Ты можешь отличить или сделать, например, сказать, что что-то будет удобнее или нет? Или, в принципе, они выполнят одну и ту же функцию? Видишь как? Который нож в виде топорика, им чаще пользуются в азиатской кухне, потому что у них они привыкли резать больше такими ножами. Да, мы более привыкли к европейскому, да, то два верхних ножа, они будут более удобны для нас. Более удобно, вот такие вот, да, вот с таким лезвием. Слушай, вот что пишет Аразбек говорил, что пользовался, а Аразбек пишет Раймжану. Кстати, Аразбек, а ты откуда с нами подключился, интересно просто? Он говорит, прям очень хороший, самое главное правильно наточить. Мы про это поговорим ещё, вот, потому что у нас же есть точильные камни, вот, и они есть, на самом деле, точильные камни, вот это так называемые водяные точильные камни, их нужно смочить обязательно водой, перед тем, как мы будем им пользоваться. И для того, чтобы они стали немного мягче и одновременно и точили наш нож, и полировали, так сказать. Аразбек, говорят, спикер этой кампании, кто-то написал, нет, Аразбек, серьёзно что ли, серьёзно? Ну, а что-то поздно так подключился, осталось 10 минут до эфира, вряд ли, вряд ли, Аразбек, спикер кампании из Киргизии. Аразбек, круто, слушай, поздравляю, поздравляю, что ты из Киргизии, да, а мы из России, она тоже хорошо, приезжай к нам. Аразбек фигню не посоветует, пишет, а я согласен. Аразбек, а посоветуй тогда, какую линейку ты предпочитаешь, давай тогда так, потому что линейки здесь 4, я вас не спрашиваю, я Аразбек спрашиваю. Давайте с профессионалом поговорить, да, у нас есть такая линейка, такая вот, такая вот, посоветуй, пожалуйста, у нас 10 минут осталось, ребят, хорошие ножи за 1200, да ладно, Константин спрашивает, ну есть за 7, за 8, пожалуйста, смотри. Главное сталь, ты понимаешь, вот сталь реально японская, сталь крутая, сталь продуманная, а вот ручками они отличаются, что-то из дерева, вот эти ножи теперь имеют единое лезвие, видишь, отсюда, отсюда, здесь, вот кстати говоря, этого нет, да, он хоть и тяжелый, но всё равно лезвие закончится здесь, по классике. Поэтому ножи чуть более доступные, но всё равно они качественные. Так, добрый вечер, сколько доставка еды, подожди, не, я просто повар, в смысле просто повар, ты написал, что ты сушист, подожди, я разве, не путай нас, хорошо, подойдём сейчас. Сушист это тоже повар. Да, ребята, у нас с вами, мы обещали рыбу сделать и мы обещали поточить, у нас всего 8 минут, давайте делать. Ты можешь точить ножи или мы Наташе поручим, чтобы она как профи показала? Так, как профи Наталья, конечно, может, а я могу показать принцип, как нужно двигать ножом на точильном камне. Давайте немножко поточим, а потом перейдём к рыбе, рыба закончим, окей? Хорошо, мы с вами берём обычную воду. Обычную воду? Да, обычную воду, которая у всех, естественно, стоит, да. Так, давайте я сразу объясню, здесь у нас двухсторонняя, да, у нас 280, это более грубая заточка идёт, а полировка идёт 1000, да, то есть это она отполировывает. Мы что должны сделать, обязательно намочить. Обязательно, это прям обязательно, ребят, обязательно начать. Он как бы принимает в себя воду, да? Да, 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 вот он темнеет сразу начинает. Без воды не делаем, тогда прослужит долго. А потом расскажешь, почему это вот коричневое? А это тоже, тоже полировочная, просто она представлена в двух вариациях, да, это приклеенная, мы её с вами взять не можем в руки, мы только так её будем использовать, да. Здесь мы можем переворачивать. Переворачивать. Хватит воды, ещё немножко наливай? Нет, ещё немножечко. Давай наливай, наливай, а то я боюсь из бутылки наливать на камень, знаешь, в другие места привык. Так, рекомендую, я в Жуковский, приходите, я вам покажу, как готовить суши. Куда? А Разбек? Чё-то ты меня путаешь. Тот написал, что ты из Киргизии, а Жуковский, а может там в Киргизии у вас есть Жуковский? А Разбек? А, работает Жуковский. А, вот он. Вот, если заметьте, вода впиталась внутренно и быстро моментально впитывается. Григорий, я вам передаю. Константин написал, я думаю, что за 1200 хорошей стали не будет, а вот за 5-7 уже похоже на правду. Ну, ты знаешь, все-таки бренд японский с историей, он не будет, да, может быть где-то есть где-то менее премиальный уровень, но все-таки изначально общая категория стали очень крутая. Итак, как обычные точечные ножи, профессиональные, то есть мы берем, кладем нож на точильный камень и вот таким движением от начала ножа, скажем так, который ближе к руке, выбираем угол заточки и вот таким движением мы ведем нож и чтобы к концу камня, когда мы доводим до конца, уже у нас был конец нашего ножа здесь. Понятно, от основания. Да, и то есть вот такие движения. Вот. И вот таким образом. А другой стороны надо? Знаешь, я просто не буду делать, чтобы не испортить, я видел, что так, так точно. Да, вот так, всё верно, вот к этому я хотел прийти. А, извини, извини. Вот, то есть мы первый раз провели и второй раз. Ну, опять же, от начала до кончика ножа. Вот туда есть. Вот таким образом. Немножко заточили. Только мы это в руках делаем обычно, да? Нам это удобнее делать, потому что движения плавные. Да, движения плавные, то есть профессиональные как раз повара это делают, то есть вот таким образом. Не порежь себя. Волнуйся, Гриш, пожалуйста. Не волнуйся, а то с ножом волноваться не надо, знаешь, тут рядышком. Уговорили, возьму пару на пробу. Да, Кость, ну попробуй, правда, если что. Да, я серьёзно говорю о Разобеке, да ладно, мы шутим, да, мы верим обязательно. Слушай, а после того быстренько, после заточки надо отполировать его немножко? Да, то есть мы вначале с вами быстренько затачиваем. Так, не позорь Гришу. Да, мы с вами должны намочить, да? И такими же движениями мы с вами его подлируем, чтобы у нас был. Да, вот сразу видно, что мы его подтачивали, потому что на камне у нас осталось с вами заточки. Оооо, ничего себе ты заточила! Круто! Это можно даже, ну я могу показать на рыбе, да? О, рыба! Элементарно, да? То есть то, что она у нас заточена. Нет, это не лосось. То есть мы его заточили, удобно всё это делается. Сколько стоит этот нож? Какой его номер? Я только пользуюсь длинным ножом. Длинным ножом, это вот этим, да? Универсальный нож. Это универсальный длинный нож. Линейки, чтобы сразу мы нашли его. Это линейка Осака. Осака, ребят, линейка Осака, длинный нож, вот самый, ну это самый премиальный уровень. То есть это прям топ-топ, топ-топ-топ, реально крутой. Так, а мы сейчас берём рыбный нож, да? Да, мы с вами должны будем отрезать. Вот с такой деревянной, смотрите, ручкой. Я просто, ну чем вы пользуетесь? Нам же интересно, нам же нужно брать что-то, выбирать. Пять минут остаётся у нас. А, длинные ножи вам советую только для профессионалов использовать. Ну, просто длинными ножами удобнее резать, вам будет это делать немножко сложнее. Сложнее, да. Значит, для суши и сушими, смотрите, как я начала надрезать. Для чего я это сделала? Чтобы вы увидели, данный нож лучше использовать во время филирования. Почему? Потому что он острый у нас, да, и мы с вами не захватываем кости, да, то есть он у нас предназначен как раз для филирования. Ну, давайте я возьму обычный стандартный нож, да, чтобы у нас было видно. Мы с вами должны будем подрезать с одной стороны. Вот дошли до кости, вы прям слышите, она хрустит. Ты готовишь рыбу к запеканию или как? Нет, мы для того, чтобы её профилировать, чтобы вы увидели чистое филе, поэтому мы сейчас это будем потихонечку с вами делать. А, нет, которые точили цену. Ты пока делай-делай, а мы какой точили? Вот это? Вот это тоже как универсальный. Да, это какая серия, давай напомним. Это у нас была. Это Токио. Вот это вот серия Токио. Ребят, дальше чётко не скажу, посмотри просто по форме, хорошо? Он как универсальный идёт в серии Токио. Да, вот это вот. Ну слушай, правда, я бы его назвал универсальным, потому что и длина классная, и ширина классная. И он реально удобный. Удобный. Опять, японский бренд, японского производства. Сделано в Японии. Сикюрю называется бренд. Да. Я возьму удобный всё-таки для себя, нож, да, для разделки. Мне удобнее большим ножом работать, чтобы сразу всё срезать. Давай-давай. Значит, мы с вами плавники быстренько срезаем ножничками обычными. Обычные ножницы-то и не работают. Потому что не секирю ножницы. Понимаешь? Вот так вот. Так. Плавники. Я бы тебе помог, но не буду. Ладно, не будем. Значит, для того, чтобы нам с вами разделать, мы что делаем? Смотрите, у нас есть хрящик, да, по которому мы подрезаем. Вначале срезаем. Слышите, хруст такой у нас такой, да? Да, да. Далее мы придерживаем рыбу и аккуратненько прорезаем. То есть, хрящик этот обходить не надо, его надо как бы, чтобы хруст был, да? Мы его перерубаем, у нас хрящик остается, кости у нас остаются вот с этой стороны. А потом их просто специальным пинцетом обычно вытаскиваем. Сергей спросит, это акула? Нет, Сережа, это кит. То есть, да, вот мы идем прямо, вот если слышно, да, у нас вот он прям идет. То есть, вот хребет останется на той стороне? Да, да, да. Хребет. Вот я вам сейчас так приоткрою его. Ой, как это вкусно. А, я голодный, оказывается. Все, я все понял. Думаю, что так мне хорошо. Я, конечно, голодный. Да. Так. Очень хорошее предложение сейчас. Час после будут действовать эти скидки. Ножи прямиком из Японии. Есть премиальная линейка, да, дорогая. Есть ножи для повседневного использования более попроще. Почитайте различия. Сейчас времени уже не так много остается. Разные линейки, разные категории. Каждый нож в своей индивидуальной упаковке находится, красиво запакован. Разделывать можно все, что хотите. Хотите рыбу, хотите фрукты, хотите овощи. Казалось бы, мы-то думали, что нож для дерева. Нет. Можно все продукты делать. Представляете? Чудо какое. Но выглядят они очень классно. Классные стили. Сейчас возьмем вот эти две. Смотрите, в такой упаковочке вы приедете скажете, там, с днем рождения, или с 8 марта, или с 23 февраля, кстати говоря. Только копеечку обязательно положите. Ну, не знаю, откуда примета такая есть, ребят. Честно говоря. Но вроде говорят так. Кстати, 23 февраля скоро. Наташа, ты задумывалась, что подарить колени по работе? Не задумывалась? Ты задумайся. Задумайся, задумайся. Смотри, какие ножи. Реально, каждый нож, он даже в одиночестве. Мы все-таки часто привыкаем к наборам. А мне кажется, здесь один нож подарить, это уже круто. 14 февраля ближе. 14 февраля ближе. 14 февраля ближе. Наташа, ты намекаешь на что? Намекаешь на что? Так, смотрите, мы сейчас возьмем филировочный нож, да, и аккуратненько прямо вот будем срезать. Ты помнишь, что Аразбек сушист? Он говорит, вы не совсем правильно делаете. Если бы я делал, я бы давно закончил эту рыбу. Аразбек, молодец! Просто красавец, ребят. Все в Жуковский Аразбек приглашался. Сам он из Киргизии, Жуковского работает. Приглашайте у нас угостить. Я приду, я напомню о себе. То есть у нас, да, получается достаточно тоненькие пластики, да, мы можем спокойно им нарезать. Ой, красиво. А вообще, что можно из рыбы делать? Можно сделать, допустим, тартар из рыбы. То есть мы ее режем кубиком, буквально чуть-чуть щепотки соли, лимон, буквально пару минут, и рыбу можно есть. И рыбу можно есть? Да. У нас пару минут нет, поэтому я рисковать не буду. Хотя рыба, ну, по крайней мере, пахнет она аккуратно свежим. Ну что, ребят, в принципе, у нас осталось полторы минутки. Будем сейчас завершать. Мы говорили сегодня с представителями и экспертами, которые знают и, во-первых, об общепитии, о самих ножах, о процедуре, о бренде. Бренд сегодня с нами был Secure. Secure. Простите, да. Secure. А ты знаешь, хоть security какой-то, нет. Это все равно защита опасная. Secure – это место, где издревле изготавливается древнее японское оружие, а Рю – это дракон. Вот такая вот. Secure, да. Вот такие вот упаковочки. Каждый нож придет. Посмотрите. Мы сделали обзор. Мне кажется, это хорошо. Потому что в магазине вам так конкретно не покажут, не расскажут. Мы в течение часа общались. Много чего узнали о том, как делать. Как делать вот такую красоту. Действительно просто. Это разыгрывает аппетит. В общем, мне кажется, это был хороший стрим. Это была хорошая охота. Ребята, буквально через 10 минут увидимся. Будем завершать сегодняшний четверг. У нас дальше такая животная тема после ножей пойдет. Настоящая собачка вместе с нами. Не пропустите. Ребята, спасибо вам большое. Мне кажется, было хорошо. Вам всем понравилось? Да? Да. Всем спасибо, что нас смотрел. Вполне комфортно. Вполне комфортно. Наталья, Григорий. В общем, вам удачи. Хорошего настроения. Ребята, будьте на Озоне. Все самое интересное только впереди. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok